Девятые всемирные хоровые игры Сочи примет в 2016 году. 6 по 16 июня в городе выступят более 20 тысяч вокалистов. Активная подготовка курорта к предстоящему знаковому событию началась с момента передачи флага Хоровой Олимпиады в Риге. Ведь, что касается инфраструктуры и необходимых условий, то они были выполнены еще при подготовке к зимним играм. Этот факт отметил представитель Оргкомитета интеркультуры во время открытия первой в истории выставки, посвященной хоровым играм. За последние годы мы проделали совместно с представителями Сочи огромную работу. В данный момент мы довольны тем, как ведется подготовка к проекту. И мы уверены, что хоровые игры в Сочи пройдут не хуже, чем зимние Олимпиады. Ведь здесь уже созданы все условия. Еще в октябре прошлого года, во время подписания художниками Харти «Я люблю Сочи», мэр курорта Анатолий Пахомов предложил мастерам искусства выразить в творчестве свои впечатления и идеи о проведении хоровых игр, а также придумать интересные логотипы и эмблемы этого международного мероприятия. В качестве основного символа мэр предложил использовать медведя, который мог бы петь и играть на музыкальных инструментах. Через несколько месяцев в Сочи появились светодиодные скульптуры в виде традиционного для России зверя, а художники и дизайнеры взялись за работу. В итоге собралось около 90 экспонатов, лучшие из которых попали на выставку. Картины на тему хоровых игр выполнены в разных стилях и технике, но при этом гармонично сочетаются друг с другом. Мы сейчас архитекторам и художникам города покажем, как хоровые игры проходили в других странах, как город оформлялся, какие были интересные моменты, для того, чтобы расширить их кругозор и, наверное, у них еще больше появится творческих предложений. Это очень здорово. Здорово и потому, что мы вовлекли эту творческую молодежь в этот процесс подготовки и обязательно их мысли в этот проект вложим, который будет у нас в 2016 году. Помимо живописи и графики, на выставке представлены интересные дизайнерские разработки, малые архитектурные формы, символы хоровых игр и главный элемент – колокол. Тематическая выставка – это первый этап культурной подготовки. Затем последуют интернет-конкурсы, в которых могут принять участие все желающие. И уже перед стартом хоровой Олимпиады лучшая идея войдет в историю. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». 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 Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».